В Агентстве информации и массовых коммуникаций ежедневно проводятся брифинги, посвященные самым актуальным темам. На этот раз на вопросы ответили ответственные лица Торгово-промышленной палаты, Государственные инспекции Санитарно-эпидемиологического надзора, Министерство по поддержке Мухали, Семья, а также Министерство юстиции. О текущей ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в стране, рассказал первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты. По его словам, в это непростое время нужно поддерживать сферу предпринимательства и бизнеса. В этой связи в каждом городе и районе созданы оперативные штабы. В целях обеспечения их деятельности был создан специальный центр по короткому номеру 1094, который работает круглосуточно и без выходных. А руководитель Государственной инспекции Санитарно-эпидемиологического надзора отметил, что студенты и учащиеся профильных учебных заведений также принимают участие в оказании полной и качественной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Их двухнедельная заработная плата варьируется от 5 до 15 миллионов сумм в зависимости от их категории. А на вопрос, какие бывают осложнения у пациентов, переболевших легкой формой COVID-19, он ответил, что в основном никаких последствий не наблюдается. В сообщении пресс-секретаря Министерства по поддержке Махали и семьи говорится, что в результате усиления карантинных правил государство оказывает социальную помощь нуждающимся посредством созданных во всех регионах республики волонтерских центров с коротким номером 1197. С их помощью гражданам, у которых нет возможности самостоятельно выйти на улицу, могут доставить необходимые продукты питания или лекарственные препараты на дом. Кроме того, горячая линия Министерства по номеру 71230121 работает ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Еще один брифинг прошел с участием пресс-секретаря Министерства юстиции. Было сказано, что с 1 июля текущего года в целях поддержки субъектов предпринимательства по мере снятия карантинных ограничений им предоставляется право осуществлять торговлю посредством автолавок, автомагазинов, автоприцепов, автоцистерн и футраков путем уведомления органов государственной налоговой службы. Также необходимо указать сроки, товары и места торговли, не запрещенные для стоянки транспортного средства, без заключения договора с органами исполнительной власти на местах. В этом случае предприятия должны предоставить электронное уведомление о начале своей деятельности через официальный сайт или мобильное приложение ГНК.